Идет камера? Тогда работаем. Здравствуйте. Ну раз вы видите нас вот так вот красиво сидящих в студии, то значит пришло время и мы решили открыть свой канал. А то у всех есть, а у нас нет. Вообще-то канал свой у нас уже есть. И как недавно сообщил YouTube, ему исполнилось 8 лет. Но беда в том, что у нас сегодняшний канал, это и архив программ, которых у нас несколько сотен, и актуальные репортажи, и мои старые фитили, в общем никакой системы. Да, тут нужна регулярная программа, как говорят в жанре общественно-политических программ. Такую программу на телевидении мы когда-то делали. Это наш старый, проверенный фарс-мажор. Передача веселая, живая и хорошее название. Да, название настолько красивое, что его много раз пытались украсть. То телевизионщики, то КВНщики, а то и заслуженные деятели театра. Но с этим мы разобрались, так что решено. Запускаем в эфир фарс-мажор. Сезон второй. Поехали. Заставка. Итак, сегодня в программе. Ах да, нам тут посоветовали, как это теперь принято, осветить нашу программу. Спасибо. Спасибо, Святой Отец. Да, спасибо. Освещается передача телевизионной и ведущей ее грехи. Гораздо лучше стало, гораздо светлее. Спасибо. Все актеры, операторы, режиссеры, администраторы. Извините, в эфир случайно прошел фрагмент нашей старой программы. И, как видите, некоторые тенденции нашего времени мы смогли уловить уже тогда. Да, но вернемся в наши дни. О футбольном чемпионате, который называется красивым иностранным словом «Мундиаль», пока что сказать нечего. Хотя, безусловно, было бы интересно узнать, в какую сумму он нам в конечном счете обойдется. Ну да, особенно если вспомнить, что до сих пор неизвестна сумма, в которую обошлась нам Московская Олимпиада в 80. То ли в 1 миллиард, то ли это в 5, а может быть и еще больше. Так что пока поговорим о волшебном воскрешении Бабченко, о попытке подчистить нашу историю, уничтожая учетные карточки политзаключенных 30-х годов, ну и, конечно, о скандальных праймерис в яблоке. Кстати, мы были там выборщиками и поразились огромному количеству каких-то странных молодых людей, которых никто не знает, которые активно уговаривали голосовать за своих кандидатов, которых, кстати, тоже никто не знает. Странная политика. Да, обычно партии стараются принимать свои ряды известных людей. Впрочем, в своем обращении Карц наивно признается, что это и есть его задача привести своих сторонников и занять все руководящие посты в партии, ничего не сделав для москвичей. Правда, ловко? Ловко, да. Вот об этом мы и поговорили с Сергеем Миртрохиным на митинге 10 июня, посвященном политзаключенным. Кстати, отдельный репортаж с этого митинга тоже есть в нашем канале. Смотрим Миртрохиным. Да. Нас принуждают к регистрации огромного количества людей, независимо от их... Там не только молодежь, кстати, людей, которых мы не знаем. Когда мы их приглашаем на собеседование, они не приходят. Когда мы их приглашаем на митинги, они не приходят. На наши акции в защиту прав граждан приглашаем, они не приходят. И мы их не знаем. Эти люди открыто заявляют о своей враждебности к нам. Они хотят сменить политику нашу социального либерализма, хотят подменить идеологии социального дарвинизма. Это очень точно сказано, поскольку там такое мировоззрение, что платные парковки надо в каждом дворе, несмотря на то, что земля вообще-то самим жителям дома принадлежит. Они все равно... и так далее. Прием этих людей приведет к разрушению московского отделения. Я его не для того создавал 15 лет. Сегодня я борюсь за то, чтобы именно я стал кандидатом мэра Москвы от партии. Не потому, что это моя прихоть или какие-то мои личные амбиции. Это объективный факт. Меня поддержали на праймерис. В первом туре я занял первое место. Первое место заняла моя программа среди всех кандидатов на праймерис. И самое главное, что конференция московского «Яблоко» проголосовала за мое выдвижение. Я выиграл конкуренцию Елены Русаковой. Я набрал 30 голосов, а она 22. Многие начинают сравнивать ситуацию с тем, что происходит в КПРФ, когда популярного кандидата Елену Шувалову не выдвинули, а выдвинули менее известного человека. Ну а теперь о попытке подновить нашу историю, украсить ее, уничтожая карточки политзаключенных. Я поговорил на эту тему в нашем музее ГУЛАГа. А еще раньше мы побывали в Берлинском музее террора, который построен на месте бывшего дестапо на улице Принца Альбертшасса. Которую немцы, кстати, переименовали, чтобы она не напоминала о неприятных временах. В общем, эта история оказалась несколько более объемной, чем описала наша пресса. И мы решили посвятить ей отдельно целую передачу. Но что касается воскрешения Бабченко, то об этом уже все написали, да и я тоже. Ну а в связи с его очень высокими ценами за интервью, нам просто нечего на это показывать. Да. Хотя в принципе, в принципе, кое-что мы вам покажем. Когда-то я снимал один фитилевский сюжет, как сейчас помню, происходило это в Питере, который чем-то неуловимо напоминает эту историю. Смотрим. 3.30. Что 3.30? Продолжительность 3.30. Тогда смотрим. Продолжительность 3.30. 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 Накрыли, гады. Быть может, старая тюрьма центральная. Меня парнишечка по-новой ждет. Двери на все щеколды. Музыку на полную. Если что, не слышал звонка. Живо! Золото. Золото, золото. Камни, камни. Камни. Мунитаз. А деньги в камин из комода. Стой! Ё-моё! Быстрее! Быстрее! Ай! Шшш! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сволочи. Да где же они? Никого. Это не они? СМЕХ Не расстраивайтесь, Семен Петрович. Зато когда придут с настоящим обыском, ничего не найдут. СМЕХ Что ж, действительно чем-то похоже. Кстати, во многих крупных редакциях, в западных так точно, есть такое обычай заранее писать некрологи на известных людей и проводить такие учебные тревоги, репетиции, чтобы при случае, не дай бог, не опоздать с публикацией. Ну, а на сегодня у нас все. Так что всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова